Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем. Совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы». Широкий выбор идей для нормальной жизни. Современный бизнес тяжело представить без надежных источников поддержки. Начиная от зарождения идеи создания бизнеса и до притворения ее в жизнь предстоит большая работа. Независимо от того, кто планирует свое дело, предприниматель, открывающий мини-ферму, или бизнесмен, планирующий построить завод, перед ними всегда стоит один вопрос – финансы. Один из вариантов – получить кредит в банке. Возможно ли это сделать в Приднестровье? Тема крайне болезненная, крайне важная. Известно, что финансы называют кровоносной системой любого бизнеса, любой экономики. Без финансов бизнес, конечно, без финансов не построишь. Что сегодня предлагает Приднестровье? С количественной точки зрения, вроде как у нас кредитных учреждений достаточно много. По крайней мере, об этом говорят шесть коммерческих банков и фонд госрезерва. Вот основные структуры, которые предоставляют кредит. Но если переходите к качественной характеристике, что это кредиты, на каких условиях, то на самом-то деле условия в Приднестровье получить кредит очень ограничены. Начнем с того, что кредитные банки все объявляют о готовности предоставить кредит, но важнейшие условия у них является предоставление гарантии или залогов под кредиты. Для стартапов это проблема номер один. У них нет ничего, бизнес не начался? Да, бизнес еще не начался, поэтому на что они могут рассчитывать? Они могут рассчитывать на некие гарантийные подтверждения, гарантийные письма, которые дадут для них некие структуры, с которыми у них есть определенные отношения. Может родственные, может еще какие-то приятельские. Но если ни того, ни другого нету, то им просто в коммерческих банках делать нечего. То есть коммерческие банки без залогов, без гарантий кредит человеку не дадут. Вторая линия – это так называемые льготные кредиты. Принципиально у нас есть две структуры для этого. Это фонд государственного резерва и банк сельхозразвития. У них есть разные линии кредитования и разные источники. Но если брать фонд государственного резерва, то один из источников – это средства технической помощи Российской Федерации, которая выделялась в 2008 и 2011 году для Приднестровья. И они включают в себя поддержку АПК, малого бизнеса и частных лиц или индивидуальных предпринимателей. Кроме того, была отдельная линия, которая работала с 2011 года льготного кредитования малого бизнеса на основании специального закона о льготном кредитовании. Она работала с 2011 года, а когда 25 миллионов рублей в Приднестровских было также передано в фонд для выполнения программы поддержки малого бизнеса. В прошлом году фонд госрезерва прогредитовал 6 предприятий. В основном из денег как раз Российской технической помощи. Активно кредитовались частные предприниматели на различные подсобные хозяйства. На эти цели было истрачено порядка 600 тысяч долларов, приблизительно по 1000 долларов на человека. На начало текущего года, когда принимался в Верховном Совете, принимался бюджет прошлого года, средства, которые были направлены в фонд госрезерва для кредитования малого бизнеса, они были возвращены в бюджет из-за известных проблем дефицита бюджета. Из этой линии остались только те средства, которые были в обороте у предприятий. Поэтому на начало этого года таких средств было 4 миллиона рублей. На сегодняшний день я знаю, что в фонде есть небольшие средства, порядка 1 миллиона рублей. В принципе, заявки принимаются. Что касается денег из российской помощи, то они выдаются в обороте. Это льготные кредиты под 5-7% и на разные сроки. Серьезнейшая проблема – дефицит кредитных ресурсов и высокие процентные ставки. Хотя есть и льготные кредиты. Когда мы говорим о льготном кредитовании, то здесь он находится в пределах от 5 до 7% в зависимости от срока кредитования, от цели кредитования, или это оборотный капитал, пополнение оборотного капитала, или это приобретение основных средств, или это, например, на раскорчевку садов старых, как есть несколько примеров таких линьки. Поэтому зависит от целей, сроков и так далее. Первый шлагбаум, который всегда встречают начинающие предприниматели, это условия залога или гарантии. И второй барьер. Все-таки это барьер. Это стоимость кредитов. Потому что для, например, физических лиц это стоимость порядка 20%. Правда, если это в рублях, например, это даже больше 20% может быть. Если это в валюте, то все равно это 18% или 20%. Для юридических лиц процентные ставки ниже, но все равно достаточно высокие. То есть если в валюте, это 15-18%. И как в этих условиях живет предприниматель? Предприниматели, те, кто хотят запустить какую-то работу, они ходят на коленях, ползают в министерстве финансов, просят у банкиров, а банкиры сидят вот так вот. Мы не дадим вам. Докажите, что вы сделаете вот это. Вы уверены, что вы не умрете через месяц, и вы нам отдадите вот эти деньги. Вот только этого они не говорят. Вот только этого они не говорят. А так обкладывают со всех сторон. И у меня такое впечатление, вы снимаете, да? У меня такое впечатление, что все банкиры... Я решаю его уже не на уровне управляющего Сбербанка, или управляющего банка ипотечной, или Тираспольстройпромбанка, которые не хотят работать с сельским хозяйством, которые не хотят дать на сегодняшний день кредит в 50 тысяч долларов для того, чтобы внести удобрение в зерновые. А зерновые – это наш хлеб. За помощью в банк просили мы упростить систему выдачи кредита в 2010 году. Даже были круглые столы. Но было очень тяжело получить, куча нужных было справок. На сегодняшний день дают кредит, под какой процент, не знаю, но дают кредит, если ты полгода платишь патент. Если ты не платишь, тебе не дают. Сегодня, то есть ограничено. Молодому человеку начать, ну, допустим, вот у меня трое детей, они ничем не занялись, они уехали. Уехали почему? Потому что здесь нереально взять кредит, как мы закончим институт, как он может что-то начать. Мое мнение, это должны дать тысяч пять, чтобы что-то начинать развивать. Вы – индивидуальный предприниматель. Есть ли у вас возможность получить кредит с благоприятными условиями для развития своего бизнеса? С одной стороны, кабала, а с другой стороны, нет никаких гарантий, что ты наработаешь сам кредит и еще наработаешь проценты, которые являются кабальными. Любое здоровое государство для своего развития прежде всего должно подумать о кредитовании бизнеса, потому что бизнес – это основа любого государства, как малый, так и большой и средний бизнес. Фактически, если пользуются кредитованием, пользуются особо приближенные к властью люди и сами представители власти. К великому огорчению, то, что произошло, особенно последние пять лет в нашем обществе, это даже не снилось мне лично в самом страшном сне. Потому что мы полностью, и те, кто уже крепко стоял на ногах, и те, кто начинал бизнесом заниматься, все без исключения разорены. Фабрики и заводы, которые еще как-то держались, как-то выживали, как-то пополнялись. Но они на сегодняшний день имеют еще и государственную поддержку. Да, но и они разорены в силу того, что близорукая политика к бизнесу у власти, у государства. Ни один представитель малого бизнеса, из которых я знаю, а я практически работаю со всем бизнесом и города, ну и общаюсь с приднестровским бизнесом. Я не помню, чтобы мне кто-то сказал, да, я воспользовался кредитом, и он был благоприятен для меня, и по исходу времени кредитования у нас все благополучно, и наше дело получило развитие. Были случаи, когда отбирали квартиры, отбирали дома, отбирали машины, и все, что там было залогового. И никто не помогал человеку выйти из той ситуации, потому что договорные отношения, они, ну, закон есть закон. Хоть он и суров, но он закон. А вот очень часто приходится слышать, ну, наверное, вам тоже приходилось слышать, что в европейских странах, допустим, люди легко идут на кредитование и практически семьями, поколениями живут в кредитах. Вот, приемлемо ли это для нас, вот для нашего региона? Я практически побывала во всех европейских странах нашей земли, и мне знакомы механизмы взаимодействия государства и бизнеса, и я вам хочу сказать, что мы даже не можем мечтать о тех взаимоотношениях. Почему? Потому что в любой другой стране работают законы, и закон защищает как кредиторов, так и банки. Понимаете, мы очень разобщены, мы разделены. Власть по одну сторону реки, а народ по другую сторону реки, а между нами большая река. Я недавно вычитала такую интересную фразу, и она тут уместна. Мы не виноваты в том, что бедные не могут разбогатеть. Беда наша в том, что богатые никак не наедятся. Был у меня такой опыт, что я пошел один раз, но мне отказали в кредите тогда. Потом я ходил в банк, который находился возле исполкома, угловой дом по Ленина, тоже название уже не помню, тоже мне там, как бы, недвузначно так дали, принесите то, принесите то. Короче, очень много документов загрузили, и я просто-напросто развернулся, ушел. Это было, когда сын у меня учился, у меня получалось, что как бы, я под бизнес брал, но фактически, я чтобы не вырвать деньги из бизнеса, я хотел ему какое-то жилье приобрести в Одессе. Мне пришлось обращаться к друзьям, подсознать деньгами, потому что банки у меня, хотя я имел постоянную работу, я предприниматель уже больше 20 лет, и дом есть свой, и я в этом городе родился, вырос, все как бы нормально, ни алкоголик, не сидел, никаких там, нету таких, чтобы отказать. Я когда сказал, что вот я слышал, что предпринимателям, там вот так и так, они мне говорили, ну это может быть в других банках, у нас такое как бы не практикуется, но это вы можете с нашим начальством связаться, и вот такое, ну мягко так отфутболили. Я не хочу пасть в такую ситуацию, чтобы мне вот как некоторый дом заклал, и вот брат у меня, он по кредитам, он взял кредит под фирму, стеклопакетами занимался, когда только первая фирма здесь открывалась. Брали в Турции оборудование, купили, первый в городе, так вот они начали стеклопакетами заниматься. И вот Саша, он заложил дом, и вот его жена Лариса, мы с ней общаемся, она сейчас там тоже занимается недвижимостью, официально все там у них в офис. И она говорит, мы спать не могли спокойно, пока деньги не отдали, это вообще такие нервы. Про Турцию, мне гида очень рассказывала очень хорошо про это дело. Как она рассказывала про бизнес, я расспрашивал ее, как у вас. Она говорит, у нас, говорит, если человек занимается частным предпринимательством, то ему везутся беспроцентные кредиты. И считается, что этого человека, раз он сам себя кормит, то какие деньги с него еще брать? Он на государстве не висит, не получает пособия, как там в Америке, в Англии, в Канаде, там у них приезжают люди на пособии сидят, там ходят оборванные и живут только на эти подачки. Он сам себя кормит, плюс еще людей кормит, обеспечивает какие-то продукты, питание, производство, ему дают беспроцентные кредиты. Да, я когда-то услышал, мне так это шокировало. Думаю, когда-то у нас будет такое беспроцентные кредиты. Как вы думаете, что должно измениться для того, чтобы у нас улучшилась ситуация в вопросах кредитования? Ой, я думаю, как всегда, надо депутата выбирать не за банку тушенки и за килограмм крупы, а выбирать все-таки людей, которые что-то реально делают в твоем районе, непосредственно вот с твоего двора, ты его лично знаешь. И вот так, человек 10, 15, 20, который знает честного человека, у нас есть такие люди, которые ходят в майке, в шортах всю жизнь, на велосипеде катаются и которым можно доверить все. И они копейки лишние не возьмут, они ходят в церковь. Они знают, что такое, что они все под Богом ходят. Банкиры тоже ходят в церковь? Ну, это, ну, я сравнение провел, конечно, если там, допустим, есть такой у нас депутат Валера, что, да, катается на такой машинке, что у нас, наверное, в Приднестровье мало кто может себе позволить такую машинку, да. Как вы думаете, у него есть доступ к любому кредитованию? Да, я думаю, тем более у него тесть был, Битченко, он банкир, так что, я думаю, конечно, есть связи, все остальное. Если индивидуальные предприниматели не могут воспользоваться этим механизмом, то как себя чувствуют представители среднего и крупного бизнеса. Агрофирма «Дружба» в селе Протягайловка под Бендерами появилась после расформирования колхоза «Бендерский». Пережили многое и дефолт 98-го года, и засуху 2007-го, и наводнение 2008-го. Все это время коллективным предприятием руководит Даниил Матчин. Уже более 40 лет он в сельском хозяйстве. Ситуацию изучил на собственном опыте. Перспектив никаких нет. Почему? Потому что мы работаем сегодня на то, что можно механизмами обработать землю, ушли в основном на пропастные культуры. Выращиваем зерновые, имеется в виду пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, люцерна. Вот то, что мы можем произвести, механизируем и тому подобное. Так как сегодня и рабочих рук нету и реализации нету. Потому что если производить те же овощи, их надо куда-то реализовывать. Мы знаем, что сегодня рынок насыщен, плюс привозят намного более дешевую продукцию с Турции, с других стран и конкурировать мы не можем с ними. А как живут ваши соседи? Например, в Молдове, Украине? В Молдове, в Украине, я думаю, что чуть не лучше. Кто сегодня живет более-менее нормально, кто доступен до кредитов, кто имеет доступ к кредитам, кто получает кредиты, кто имеет какие-то побочные производства, то ли это имеет в виду торговля мощная, то ли заводы, где работают и зарабатывают хорошие деньги и вкладывают в землю. Там еще может быть. А так для развития сегодня без кредитов невозможно развиваться. А как у нас в Приднестрое? Возможно ли получать кредиты достаточно на льготных условиях? Был у вас такой опыт? Сколько я не пытался кредитов, даже в прошлом году пытался взять кредиты невозможно, потому что ставят такие условия банки, мне кажется, такое впечатление, что они работают для себя, любимых, чтобы им было выгодно. Они мне поставили такие условия, что должен те объекты, даже имея недвижимость, которые можно заложить и взять кредиты, мы же не собираемся. Они мне поставили такие условия, что каждое здание надо оформить документально и представить. Когда я выставляю, я говорю, что не хочу же я продавать все здания. Полностью все, то, что имеем документы оформлены, что-то наше собственность, закладываем, берем там, допустим, какую-то сумму денег. Нет, должно быть вот так и вот так и так. Получается, что надо намного больше кредитов взять, чтобы их условия оформить, а после еще и платить. И получается, что не успел взять эти кредиты, сразу надо платить по проценту. А большие проценты предлагали? От 20 до 24 процентов. Поэтому сегодня невыгодно, это убийственные кредиты. Если сравнивать с европейскими уровнями кредитования и нашим уровнем, вы бы, что могли бы сказать по этому поводу? Ну, я могу сказать, что в европейске намного выгоднее, там совсем другие условия, намного ниже процент. Я знаю, что даже в советское время самый высокий был процент 3 процента. Самый, имеется в виду, даже под зарплату бывали под 0 процентов давали, если надо было зарплату получить и выдать людям. А так 1, 2, до 3 процентов самый высокий. И даже, возьмите, в Америке, тоже в Европе 3 процента считается кабальный кредит. Уже более 3 процента. Это кабальный кредит. Это невыгодный кредит. Потому что его нельзя отбить, отработать. Только, как говорят, к тому, что можно обанкротиться и все. Поляки предоставили сейчас в Молдове молдавским аграриям кредит на 100 миллионов под 0,15 процента. Вы бы могли бы участвовать, вот преднестровские аграрии, вы в том числе, участвовать в получении такого кредита. Если нет, то почему, как вы полагаете? Ну, насколько я знаю, мы находимся в Приднестровье, Молдова. Мы пытались, когда-то у меня была идея, были Словаки, с которыми можно было бы получить кредит. Они, собственно говоря, давали деньги, давал банк, Словацкий банк давал деньги под строительство. Полностью они сами строили бы животновеское помещение, полностью оборудовали бы оборудованием, полностью все и вся. И оно шло как в залог. И связывались с тем, что у нас есть земля, можем выращивать корма. И после, имеется в виду, мы бы рассчитывались уже продукции и тому подобное. Но в связи с тем, что мы, Молдова заявила, что мы не контролируемая зона, и они нам отказали, отказались у нас работать. Поэтому и сегодня навряд ли мы какие-то кредиты получим, потому что Молдова не стремится, чтобы здесь нам давали кредиты, так как не контролируют эту зону. А если Евросоюз предложит возможность получения кредита, вы воспользуетесь? Обязательно воспользовался бы, конечно, развивались бы. Потому что я говорю, что даже, конечно, ну вы видите ситуацию сегодня, я говорю, что ситуация, что мы выращиваем, почему, допустим, зерновые, подсолнечник и тому подобное. Вот я как, мне просто выхода нет другого, рядом комбинат хлебопродуктов я могу отправить на наш бендерский комбинат хлебопродуктов, рядом МЭС. И мы можем отправить здесь и отправить. А так попробуйте где-то вывезти за пределами. Это просто невозможно. Другую продукцию, я имею в виду ту же плодовощную продукцию. Что здесь надо? Конечно, склоны, здесь пшеница, конечно, разве для пшеницы все эти поля? Конечно, нет. На этих полях виноградники должны расти, вот склон. Видите, что там пшеница, она полностью редкая и тому подобное. Вот там виноградник должен быть, солнечная сторона продувается и тому подобное и так далее. Эти земли пригодны для виноградников. Здесь раньше были виноградники, вот до постановления, пьяного постановления Горбачева. Здесь в основном были виноградники, и виноградники надо садить. Но для того, чтобы посадить виноградники, надо вложить очень много денег. На один гектар надо вложить до тысячи долларов или тысячи евро. Планировали мы такую возможность, Был инвестор, но не получилось ничего с этим делом в связи с тем, что опять есть очень много проблем. Не хотят, боятся вкладывать здесь деньги. Сельское хозяйство в Приднестровье не может быть бизнесом, пока находится в такой ситуации. Аграриям сегодня нужна серьёзная поддержка власти. В Европе людям платят за каждый гектар, чтобы они не бросали землю, заметил на прощании Даниил Мачин. Есть и те, кто взяли кредит для развития бизнеса. Рано или поздно они попадают в жёсткие тиски приднестровской действительности. Банки беспощадны. Фирма «Агростиль» кредитовалась в банке сельхозразвития. Всё шло хорошо, но в 2012 году ударила страшная засуха, и в этот момент надо было отдавать кредиты. Решение кредиторов было быстрым – суд и постановление. Судебные исполнители кинулись разбирать хозяйство на части. При этом допускают серьёзные нарушения закона для того, чтобы любыми способами вырвать долг. Даже если после этого предприятие, где работает масса людей, перестанет существовать. Забирали технику, посевной материал и урожай. Не умея хранить, сгноили выращенную продукцию. Остальное продавали по заниженным ценам. Урожай «Абрикос», выращенный фирмой «Абрикосовый рай», радует глаз. В особенности были рады ему судебные исполнители, которые без всяких разговоров забрали почти две тонны фруктов у фирмы. Нам удалось зафиксировать. Разговор начался с воспоминаний и обиды на репортаж Днестр ТВ. Видели «Луковое горе» под Днестр ТВ? 500 тонн угробили, вы хотите? Ничего не угробили. Угробили, угробили. А зачем было арестовывать? Мы бы продали, если бы не вы. Ваше бы не продали. Как это было? Вы нам мешали? Вы арестовали? Кто вам не мешал? Ну как он не мешал? 500. Хорошо, а почему-то это не продали. Ну что, не мешал. По той цене, которую вы заказывали. Тогда же вы по 70 копеек оценили, вы это не продали. Почему? Мы сняли арест. Когда вы сняли? Когда уже было поздно? Нет. Ну вот нет, это вы так говорите? Ну что, пусть следственный комитет раздумает. Мы видели ваше интервью. Наша реакция будет. И моя реакция тоже будет. Как считают специалисты правоведы, действия судоисполнителей прошли с явными нарушениями законодательства. Акт описи и ареста составили вначально фирму «Абрикосовый рай», затем зачеркнули и вписали «Агростиль». Мало того, вписали в название слово «изъятие», хотя это делается постановлением. Место действия не указано. Цена просто смехотворная. Налетай. 2 рубля 80 копеек. За такую бы цену люди бы сами прибежали и разобрали бы все вплоть до самой последней ягодки. Указано, что «Абрикосы» взяты с правом пользования на гражданина Василия Челядника, который сам и писал этот акт. Самое интересное. Первую партию «Абрикос» забрал джип парки «Лексус». У нас на джипах теперь приезжают за «Абрикосами». Затем уже подогнали микроавтобус. Мы попросили Василия Челядника прокомментировать происшедшее, и вот что услышали в ответ. «Служба соперника исполнителя, мне кажется, что будет исполнительное произведение. Поэтому никаких комментариев дать мы не можем». Вызванная милиция просто развела руками. Что, мол, они могут сделать? А гравиям давно уже мешает не только засуха и жара. Особенно мешают те, кто не видит ситуацию дальше своего носа. «В течение года на нас оказывается, на фирму «Агросиль» оказывается беспрецедентное давление со стороны, в данном случае, судебных прессов. Но они, начиная с осени прошлого года, не дали нам возможности осуществить посевную. То есть мы не смогли. Хотя у нас были семена, мы подготовили поля, все люди были готовы работать. После этого также судебные прессовы тоже как-то самопроизвольно арестовали. Ну, арестовали, ладно, пусть они арестуют, но они продали по тем ценам, которые ниже рыночных. То есть они нам нанесли ущерб, где-то 30-35 тысяч долларов. Потом они заработали еще на этом 15%, это еще где-то 45 тысяч долларов. Итого 75-80 тысяч долларов мы потеряли только на сделке с подсолнухом. Ну, я глубоко сомневаюсь, что это разница. А ну да, часть пошла им в карман, как бы это на их зарплату, а часть не в карман государству. Ну, естественно, не в наших. И вместо того, чтобы мы эти деньги направили бы на погашение задолженности по налогам, которая образовалась в результате засухи 2012 года, и мы никак не можем выйти из этой ситуации. То есть у нас эти деньги отобрали. Мало того, это давление продолжалось. Они перед тендером на картофель начали арестовывать лук, картофель, специально, чтобы нас выбить, чтобы мы не смогли участвовать в тендере. И из-за их действий у нас сгнило 500 тонн лука, там 100 тонн картофеля. Из-за этого наши люди не получают зарплату. Кроме того, судебные приставы полгода руководили принадлежащим нашему предприятию рынком в Бендерах. И ни одной копейки они не заплатили ни банку, которому мы должны погасить кредиты, ни нашему предприятию. То есть деньги непонятно куда ушли, и нам, несмотря на наше обращение, никаких данных не было. Даже в актах не прописывалось, куда эти суммы ушли? Сколько мы писали писем, мы не получаем ответ. Потому что по нашим данным мы уже заплатили с лихвой те долги, но сейчас наматываются следующие долги. И вместо того, чтобы дали нам возможность работать, мы могли бы работать и погасить, они, ну, наверное, такое ощущение, что кто-то хочет аванкротить предприятие и 130 человек выбросить на улицу. Есть, есть и люди, которые умеют лишь вычитать и делить. Складывать и приумножать у них плохо получается. Может быть, пора их всех отправить за парту, или дать в руки рабочий инструмент, а затем посмотреть, что они умеют, и стоит ли платить за это им зарплату. Может быть, тогда и порядка станет больше. Большие проценты, жесткие требования и ряд негативных явлений ставит бизнес в Приднестровье в очень сложные условия. В свое время Россия предоставила финансовую помощь для поддержки развития сельского хозяйства в Приднестровье. Однако о нем мало что известно, как и то, куда пошли деньги. Я не думаю, что на сегодняшний день по кредитам... Я даже вам такой секрет расскажу про то, как деньги распределяются, даже помощь какая-то. У меня знакомый, фамилию называть не буду, представитель колхоза у нас в Приднестровье. Он говорит, пришли деньги, помощь выделялась на поднятие сельского хозяйства. Он говорит, ну, он так со злобой, так наблевшим рассказывал. Ну, друзья с ним. Он говорит, ты что думаешь, приехали, дали расписаться, я бы этих денег не видел. Все ушло неизвестно куда. Там он догадывается, куда, но конкретно. То есть деньги распределяются, конечно, не открыто. Я думаю, из-за этого и бывший президент наш потерял свое кресло, что Россия не видела, куда деньги уходят. Надеюсь, что сегодняшняя власть как-то будет более прозрачной это распределять. В таком случае возникает вопрос, а каковы условия кредитования в странах Евросоюза? Конечно, у нас картина совсем другая, чем в Европе. В Европе, в Германии можно и по 3% взять кредит. Конечно, там большое предложение по кредитным ресурсам, оно очень большое. У нас есть дефицит кредитных ресурсов в Приднестровье. У нас внешние займы, да, банки занимаются этим процессом, но, как правило, это только Российская Федерация. То есть другие международные финансовые структуры, они не кредитуют приднестровских, ни банков, ни предприятий. Другое дело, что отдельные предприятия через свои различные аффилированные дочерние структуры по иным схемам, они иногда получают внешние кредиты по своим прямым каналам. Но это бывает очень редко, и это только для очень крупного, большого бизнеса. По такой схеме работал металлургический завод раньше, немного работал Тиротекс. В любом случае, таких предприятий можно пересчитать на пальцах одной руки, их очень мало было, и это существенно не меняет картину по кредитам, по спросу и по предложению, которое сегодня сложилось в Приднестровье. Для развивающихся стран существует практика поддержки экономики грантами. К примеру, в 2014 году Польша предоставила Молдове кредит в размере 100 миллионов евро сроком на 25 лет под 0,15% годовых. 90 миллионов на займы аграриям. Для модернизации производства в соответствии со стандартами Евросоюза было решено выделить под 2% годовых на период максимум 12 лет с льготным периодом в три года. И это не первый грант. В таких условиях преднестровские предприятия и предприниматели работают в неравном положении с соседями. Разные доноры имеют различные правила предоставления грантов. К большому сожалению, все проекты грантовые, которые имеются в Молдове, они реализуются после согласования с правительством Молдов. И, к большому сожалению, многие проекты не распространяются на Приднестровье. Мы, когда говорим о грантах, мы, в первую очередь, наверное, имеем в виду с вами гранты инвестиционные, те, которые направлены на развитие бизнеса и так далее. К большому сожалению, инвестиционных грантов или проектов для Приднестровья пока очень мало. Есть некие проекты по развитию инфраструктуры. Других таких инвестиционных проектов на Приднестровье нет. Есть много обучающих, там, поездки разные, там, лекции, консультации. Вот на это Молдова дает разрешение донорам работать на территории Приднестровья. Что касается вот этих, как я сказал, инвестиционных таких грантов, то здесь есть серьезные очень ограничения. Могут ли наши предприятия или бизнесмены напрямую получать эти гранты в Молдове? Дело в том, что есть определенные условия получения этих грантов. Например, регистрация. Где-то предприятие зарегистрировано, где оно платит налоги. И самое главное, что когда оно подает, наши предприятия подают заявки на какие-то гранты, то, конечно, в бюджете этого проекта они отражают всю систему налогообложения в Приднестровье. У нас не все проекты технической помощи имеют льготы по налогам. Имеют только те, которые имеют социально значимую направленность. И вот когда, например, молодой бизнесмен, имея свой бизнес-план, подает заявку на какой-то грант, и он показывает всю систему налогов, а параллельно с ним подают свои заявки молдавские предприниматели, и они показывают все освобождения и от налога, например, НДС, и от пошлин, и от других налогов, которые есть в Молдове, то, конечно, наши заявки, наших предпринимателей неконкурентно способны с теми заявками, которые подают молдавские предприниматели. То есть это вот такая финансовая, финансовый барьер, финансовая проблема, что мы работаем в разных налоговых системах. Если эти проекты предназначены целевым образом для Приднестровья, конечно, тогда донор учитывает вот эту разность в системах, и он понимает, что когда он рассматривает заявку, что там есть налоги, потому что это предусмотрено законодательством Приднестровья. Ну вот такая вот проблема. То есть как бы теоретически участвовать можно, но шансов выиграть мало. Малый и средний бизнес в экономически развитых странах обеспечивает более 50% валового внутреннего продукта. Но это не единственная и даже не главная его задача. Главное состоит в том, чтобы создать возможности для реализации человеческого потенциала, для проявления предпринимательских склонностей, обеспечения себя и своих близких рабочими местами и необходимым доходом. Решению проблем, существующих при открытии собственного дела, и при его развитии был посвящён проект, исполнителем которого стала Торгово-промышленная палата Приднестровья, победившая в конкурсе, проведённом программой развития ООН в Молдове. Финансовую поддержку оказали Европейский Союз и ПРООН. Целью проекта было оказание всеобъемлющей финансовой и методической помощи приднестровской молодёжи в создании и расширении собственного бизнеса, появлению новых рабочих мест. Стоит отметить, что подобного рода проект комплексной поддержки малого предпринимательства в Приднестровье реализован впервые. Впервые начинающий бизнес Приднестровья получил безвозмездные инвестиции в реальный сектор экономики. Мы выиграли один из проектов, который назывался «Создание новых рабочих мест для молодёжи Приднестровья». Словно так называется. Суть его в этом. И мы отобрали 30 наиболее сильных бизнес-планов. И каждый из этих отобранных молодых людей получил кредит до 15 тысяч долларов в зависимости от того, какая сумма предполагалась в соответствии с его бизнес-планом. Это была целая технология реализации этих денег. За каждым из этих молодых начинающих предпринимателей был закреплён опытный наставник. Палата может, наверное, в чём-то хвалиться, а может быть, гордиться этим. То, что всё-таки эти 30 начинающих бизнесов мы построили. Они в этом году должны произвести продукцию порядка 3 миллионов рублей. 3 миллионов – это первый год после создания этих предприятий. Но, видите, для них были созданы очень тепличные условия. Наряду с финансовой и методической помощью каждому бенефицару проекта торгово-промышленная палата оказала помощь в закупке сырья. Материалов и оборудования. За время реализации проекта было заключено 125 договоров на сумму более 400 тысяч долларов США. Это было безвозмездное… Как грант получать? Это грант был безвозмездный, плюс безвозмездные консультации, обучение, помощь и в реализации контрактов, и в их заключении, и в доставке, и в монтаже, и в запуске производства, и в получении лицензии и допусков. То есть это была огромная работа. Этот проект – это некий такой прообраз, какая инфраструктура поддержки бизнеса должна быть в Приднестровье. То есть все, что сделала палата для этих 30 проектов, такие структуры поддержки во всем мире. Они тиражируются в стране, и есть структуры поддержки по финансам, и по экономике, и по маркетингу, и по внешним закупкам, и по логистике, и так далее. У нас, если говорить в целом об инфраструктуре, во-первых, этот вопрос недостаточно прозрачный, то есть нет некой статистики мониторинга, что собой представляет эта сфера как таковая. Это отдельная проблема. А с другой стороны, мы знаем, что на самом-то деле эти услуги не развиты. Это может быть видом бизнеса. Но для того, чтобы запустить систему поддержки, здесь тоже нужны некие государственные в чем-то льготы, в чем-то поддержка. По итогам проекта его участниками были реализованы 30 бизнес-планов в сфере производства сельского хозяйства и услуг. Из общего количества участников 17 человек создали свой бизнес с нуля. 7 юридических лиц, 3 крестьянско-фермерских хозяйства, 7 индивидуальных предпринимателей. 13 человек расширили уже существующий бизнес. Учитывая достаточно затруднительную ситуацию на рынке труда Приднестровья, особо важным является тот факт, что проект позволил создать 163 новых рабочих места, 106 из которых пришлись на мужчин, 57 на женщин. Работу в созданных предприятиях получили 3 инвалида, 3 мигранта и многодетная семья. Участником проекта стал рыбовод Александр Постика, владелец крестьянско-фермерского хозяйства в селе Терновка Слободзейского района. Этим трудоёмким производством он занимается уже 8 год. Ничего особо нового мы тут не изобрели. Мы подсмотрели эту систему, подобные системы рециркуляции воды в Европе. Они все представлены модульными или такими секторальными объектами. То есть есть модуль инкубации, есть модуль подращивания молоди, есть молодь первой ступень, есть следующий модуль подращивания молоди, вторая ступень. Каждая из них отличается тем, что рыба достигает определённой навески и дальше отсортировывается и пересаживается в следующий и в следующий модуль. В этом деле он является новатором. Не каждый решается, так как это требует в первую очередь серьёзных инвестиций и долго окупается. Поэтому и ферм таких не так много. Для того, чтобы получить результат, нужны годы, а также опыт и знания. Первая товарная форель была получена в 2009 году, рассказывает Александр. За эти годы у нас, пусть мы понемножку выращивали рыбу, но у нас уже есть определённый спрос на нашу продукцию. В чём разница между нами и средним каким-то бизнесом? Мы очень маленькие и, в принципе, для нас реализовать свою продукцию проблем не составляет. Другие сложности, конечно, из-за того, что объём поменьше рыбки, конечно, может быть, где-то там цена чуть выше. Может быть, если был бы объём больше, может быть, и цена была бы ниже. Но мы и так стараемся не преодолеть, чтобы в рознице наша рыбка была не более 70 рублей. Ну, пока было так. Сейчас вот мы ждём следующий урожай. Я думаю, если всё будет хорошо, то к осени мы выйдем и будем стараться выдержать вот эту же цену. Торговых точек, как таковых, у нас, в принципе, нет, потому что если мы ещё начнём заниматься, скажем так, торговлей, для нашей семьи это будет сложно. Мы работаем над этим вопросом. К нам обращаются различные коммерческие структуры. Есть очень много частных заказов. То есть многие приезжают и предпочитают приобрести рыбу прямо здесь, на месте, выловив её из бассейна. Вот это немаловажный момент. Бары, рестораны. Наше население вообще любит рыбу. То есть вы посмотрите, в принципе, на рынок и на цены на нашем рынке. То есть когда рыба дорогая и когда рыбу покупают, и рыба всегда свежая, значит спрос есть. В европейских странах форель занимает лизирующее место на рынке пресноводных рыб, реализуемых в живом виде. В Приднестровье это направление только развивается. Основной упор – это, конечно, форель. Немножко мы выращиваем осетровых видов рыб, пробуем, экспериментируем сейчас с судаком. Работаем с европейским самом, пока тоже ещё не готовы. То есть всё выращивать этих рыб можно в условиях фермы. Это интересно, если говорить с точки зрения бизнеса, это выгодно, потому что рыбы ценные. На начальном этапе у рыбовода появлялась мысль взять кредит в банке, но условия его не устроили. Наверное, наши сегодняшние кредиты, возможности, особенно для малого бизнеса, кредит не предоставляется возможным. Или он настолько сложный, настолько дорогой в результате выйдет этот кредит. Сложно выдержать, потому что всё сельское хозяйство, любой аграрий зависит от природных условий, от сезонных каких-то вопросов. То есть можно попасть, прогореть. Мы попробовали обратиться изначально, поняли, что слишком хорошо себя банк перестраховывает, они требуют залог дом, личные какие-то имущества и всё остальное. Но при таком риске, который мы знаем, о чём мы говорим, потому что потерять сегодня весь урожай рыбы можно в течение 20 минут, если не успел вовремя отреагировать на банальное отключение электроэнергии или ещё какое-нибудь там. То есть риск слишком высок. Довелось поработать в Казахстане на рыбных предприятиях. Там, конечно, очень мощная государственная поддержка у сельхозпредприятий. И без, в принципе, без особых вопросов на развитие, без более оптимальных условий, минимальные кредитные ставки, процентные ставки на кредиты. Очень легко. И, в принципе, человек, если хочет работать, то в Казахстане деньги зарабатывает. Благодаря проекту «Бизнес-наставничество», который реализовала Торгово-промышленная палата Приднестровья при финансовой поддержке Европейского Союза и программы развития ООН, в прошлом году на рыбной ферме прошла модернизация, благодаря чему объёмы производства рыбы теперь планируют увеличить почти в два раза. Это такая стартовая площадка, которой мечтать, в принципе, в нашем регионе не приходится. Если для Европы это практика, и получить стартовые, в принципе, безвозмездные, те же, только нужно выполнить задания, определенные задания или условия, выдержать и выполнить их, вы можете свой бизнес легко открыть, то у нас это, конечно, нонсенс. Я очень сильно удивился, я долгое время не верил, что вот такая система у нас может работать. Александр получил грант в размере 15 тысяч долларов США, как и другие участники проекта, на которые он приобрёл современное оборудование. Вряд ли бы себе скоро, так как ферма всё-таки у нас маленькая, вряд ли бы мы себе могли скоро позволить в таком спектре и такой большой перечень оборудования получить. По словам производителя, малейший сбой в технологическом процессе может привести к потере всего, над чем работали годы. Благодаря новому оборудованию удалось минимизировать эти риски. Достигнут полный контроль за процессом выращивания и поддержки. Получена высокая плотность посадки рыбы, экономия воды, помещений и электроэнергии. Всё это способствует увеличению объёмов выращиваемой рыбы. Это оборудование, которое нам удалось получить за счёт гранта, является сердцем нашей фермы. После нашей проведённой нами модернизации мы смогли увеличить объёмы и прогнозируем дальнейшее увеличение объёмов выращенной нами рыбы. То есть, если мы начинали с одного объёма, то сегодня мы можем выйти уже на 2, а то и 3, может быть, объёма. Опять же, осенью посмотрим, может быть, на 3 объёма от ранее производимой продукции. То есть, что значительно приятнее и результат на единицу площади, конечно, превосходит наши ожидания. Оборудование, кстати, оказалось значительно экономичнее, чем мы прогнозировали. То есть, грамотное потребление электроэнергии оказало свои плюсы и, соответственно, результаты нашей работы. Выращивание форели требует не только серьёзных материальных вложений, но и постоянного контроля. В настоящее время на ферме идёт активное выращивание молодой форели. Рост рыбы от икринки до товарной массы занимает около полутора лет. Показатели проекта свидетельствуют о высокой степени его эффективности и позволяют представить его в качестве примера для формирования продуктивных систем поддержки и развития малого предпринимательства. Группа Всемирного банка ежегодно выпускает доклады по оценке факторов, способствующих расширению предпринимательской деятельности, а также факторов, её ограничивающих. Среди них регистрация нового предприятия, получение разрешения на строительство, подсоединение к электросетям, налоги, получение кредитов, защита инвесторов и так далее. В рейтинге почти 200 стран, и Приднестровья там нет. Однако российские экономисты, используя методику Всемирного банка, рассчитали рейтинг непризнанного государства. Приднестровье оказалось примерно на 120-м месте, Россия на 62-м, а Молдова на 63-м. Из стран СНГ хуже, чем в Приднестровье, условия для развития предпринимательства только в Узбекистане и Таджикистане. Время диктует модернизацию и реформы. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем. Совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоём канале. «Альтернативы». Широкий выбор идей для нормальной жизни. Широкий выбор идей для нормальной жизни.